МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2022 года все специализированные школы-интернаты на территории республики для слабовидящих детей переданы под покровительство Министерства внутренних дел. Теперь условия в школах-интернатах будут находиться под контролем начальников всех областных управлений внутренних дел. Наш первый сюжет посвящен звуковому светофору, установленному при одной из таких школ в Самаркандской области. Начнем нашу программу с новости о первом звуковом светофоре, установленном в Самарканде. Дело в том, что рабочей группой, созданной Министерством внутренних дел республики, разработан план мероприятий по оказанию непосредственной помощи школам-интернатам для слепых и слабовидящих детей в нашей стране. На основании чего в целях создания большего удобства для учителей и учащихся специализированной школы-интерната для слепых детей номер 59 города Самарканда установлен звуковой светофор. Начальник управления внутренних дел Самаркандской области, ознакомившись с деятельностью данной школы-интерната, отметил, что коллектив школы испытывает трудности при пересечении дороги, поэтому нуждается в светофоре. Этот процесс был рассмотрен в оперативном порядке, и исходя из требований сотрудников интерната, для них был установлен звуковой светофор. Данный звуковой светофор предупреждает пешеходов звуковым сообщением о каждом включенном световом сигнале и о возможности или невозможности передвижения. Нам было достаточно сложно переходить эти дороги, чтобы дойти до нашего учреждения. Поскольку на дорогах шумно, по-моему, просто не могли слышать звуки автомобилей. Вот сегодня сотрудники Управления безопасности дорожного движения установили для нас удивительный звуковой светофор. Он предупреждает нас о том, когда нам следует остановиться и когда перейти дорогу. Мы очень довольны этим. Следует отметить, что улица Садридина-Айни является одной из центральных и оживленных улиц города Самарканда. Установленный на этом месте звуковой светофор оказался полезным не только для слепых, но и для пожилых людей. В наш век техники и технологий практически все виды услуг стали доступны в онлайн-формате. От покупки вещей в магазинах до трудоустройства граждане пользуются удобными для себя интернет-ресурсами. Вместе с тем этот процесс требует от них большей бдительности. А все потому, что существующие в реальной жизни преступники мигрируют в виртуальный мир. Наш следующий сюжет пойдет о молодом человеке, занимавшемся продажей наркотиков посредством социальной сети Телеграм. Вес целлофанового пакета в моих руках приблизительно 2 грамма. Но совершенно очевидно, что химически приготовленное наркотическое вещество, находящееся в нем, может перевернуть жизнь одного человека с ног на голову. Сотрудниками Управления обеспечения безопасности на транспорте Ташкентской региональной железной дороги было обнаружено 20 подобных упаковок наркотических веществ, спрятанных в разных местах. 32-летний житель города Черчик Ташкентской области в поисках работы в сети интернет становится участником группы «Работа Ташкент-Черчик» в социальной сети Телеграм. Посредством аккаунта в данной группе под названием «Юрий» ему будет предложена работа курьера. Лица, которые вышли на связь с подозреваемым, через незнакомый аккаунт «Юрий», а впоследствии и через аккаунт «Декстер Морган», скажут ему, что за каждую оказанную им услугу они будут перечислять на счет его электронного кошелька от 250 до 300 рублей. После чего гражданину была отправлена геолокация места, где находится груз, упакованный в 20 небольших полиэтиленовых пакетов, который он должен был запрятать в отдельные места, а затем выложить фотографии и адреса местоположения, где был запрятан груз, в аккаунт под названием «Декстер Морган». На основании указаний по отправленной геолокации гражданинам, желавшим заработать большие деньги, из-под стены дома на пятом массиве Юнособадского района города Ташкента были выкопаны 20 желтых полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Затем он закопал в землю около железнодорожных путей от железнодорожной станции Хамза до железнодорожной станции Тукамачи в общей сложности 12 желтых полиэтиленовых пакетов с веществом. В тот момент, когда, согласно плану, подозреваемый делал отметку на месте, где каждый пакет был спрятан, его заметили сотрудники Ташкентского регионального управления обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте и пошли по его следу. Вскоре после этого подозреваемый был задержан. Во время личного досмотра в присутствии понятых при нём было обнаружено 8 свёртков с химическим наркотическим веществом. Также в этот же день с участием понятых были выкопаны из земли 12 упаковок с наркотическим веществом, спрятанных подозреваемым в разных местах в направлении от железнодорожной станции Ташкент-Товарной до железнодорожной станции Тукамачи. Найденные вещества были оформлены в установленном порядке. Согласно экспертному заключению Центра судебных экспертиз, было установлено, что вещество общим весом более 21 грамма, изъятое в качестве вещественного доказательства, содержало активное химическое и наркотическое вещество. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Сколько ни говори, что деньги, заработанные нечестным трудом, не могут служить добру. Всё же встречаются люди, которые до конца не осознают эту простую истину, стремясь к лёгкой наживе. В ходе профилактических мероприятий, проведённых в Джизакской области, задержана женщина, превратившая собственный дом в притон. Подробнее в материале нашего корреспондента. Человек всегда стремится к хорошей жизни, к достойному устройству своего быта. С этой целью он и трудится. Однако все идут разными путями, чтобы заработать деньги. Если кто-то обеспечивает семью, трудясь добросовестно, то кто-то пытается заработать себе на жизнь нечестным трудом. И такие в конечном итоге должны будут ответить перед законом. В оперативном мероприятии, проведённом сотрудниками органов внутренних дел, было раскрыто преступление, связанное со сводничеством. В ходе мероприятия выяснилось, что жительница города Джизак, мать троих детей, содержала в своём доме девушек лёгкого поведения и создавала условия для интимных контактов с клиентами мужского пола, которых сама же и находила. В частности, данная гражданка, взяв 250 тысяч сумм у двух граждан, проживающих в Шараф-Рашидовском районе, обеспечила предоставление интимных услуг двумя девушками из Пахтакора и Галя-Арала. Продолжение следует... Продолжение следует... У сводницы в качестве вещественных доказательств были изъяты деньги, взятые у клиентов. По данному факту, сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией и Управлением уголовного розыска и областного управления внутренних дел проводится доследственная проверка. Наши законы предусматривают лёгкое наказание для лиц, которые впервые по незнанию вступили на преступный путь. Даже осужденным отбывающим наказание предоставляется возможность помилования, а при искреннем раскаянии и возвращении на путь выздоровления возможно уменьшение срока наказания или замены его более мягким. Гражданин Исайхун Абада, неоднократно выходивший на преступный путь, ещё раз доказал, что он не из тех, кто раскаивается в содеянном. Человеку свойственно ошибаться. Обычно бывает так, что, оказавшись однажды в затруднительном положении, человек пытается обдумать свой следующий шаг. Однако есть отдельные лица, которые, будучи неоднократно судимыми за содеянное ими, вместо того, чтобы сделать выводы из своих ошибок, вновь и вновь прибегают к противоправным действиям. Бигзот Худайкулов является одним из таких. Он сделал для себя профессии воровство чужого имущества. Его противоправные деяния нарушили покой многих благополучных семей. Бигзот Худайкулов, 1985 года рождения, уроженец Сайхунабадского района, несмотря на то, что неоднократно привлекался к уголовной ответственности за свои преступные деяния, совершил преступление, связанное с тайным хищением чужого имущества. Если обратить внимание на информацию, предоставленную следственной группой, при отделе внутренних дел Сайхунабадского района, то только за прошедший 2021 год данное лицо три раза совершало преступление такого рода. Давайте остановимся на подробностях преступлений. Согласно материалам предварительного следствия, 1985 года рождения Бигзот Худайкулов, уроженец Сайхунабадского района, Сардаринской области, в целях тайного хищения чужого имущества, в ночь с 16 на 17 июля 2021 года, воспользовавшись отсутствием кого-либо, похитил водяной тяговый насос стоимостью 800 тысяч сумм. Установленный в дренажной канаве, расположенный недалеко от жилого дома гражданина, проживающего в Махале, Фараван, Сайхунабадского района, и продал насос в городе Гулистан, незнакомый ему лицу. Один денежные средства потратил на свои нужды. После этого, подозреваемый, продолжая свои преступные изъяния, в ночь с 19 на 20 июля 2021 года, тайно похитил водяной насос стоимостью 500 тысяч сумм у другого жителя, той же Махале и запер его в своем доме. В ходе предварительных следственных действий в качестве вещественного доказательства у подозреваемого был изъят один водоотливной насос. Также установлено, что с 12 августа 2021 года он похитил велосипед стоимостью 350 тысяч сумм у гражданина, работающего сторожем на дорожно-строительном предприятии, расположенном в Махале-Шодлиг Сайхунабадского района и был пойман, когда ехал на нем по городу Гульстан. Данный велосипед был оформлен в качестве вещественного доказательства. По данным фактам, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. К сожалению, Бигзот Худайкулов без особых трудностей, находивший способ заработка, не смог осуществить задуманное. Оперативность сотрудников правоохранительных органов помешала его планам. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Это были все новости, которые мы хотели довести до вашего внимания. С этой и другой аналогичной информацией вы сможете ознакомиться на официальных страницах Министерства внутренних дел в социальных сетях. Пусть покой и благополучие будут вашими спутниками. Спасибо за внимание и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова